Добрый вечер всем! Это большое удовольствие для меня быть здесь сегодня. Это мой первый визит в Санкт-Петербург, и я получаю удовольствие вполне, потому что это такой прекрасный город, и у вас настолько богатая история, и также замечательная научная разработка этого города. Я надеюсь, что я проведу здесь несколько дней, и сегодня вечером я хочу немного рассказать вам историю о том, откуда мы взялись, откуда взялась наша земля, и также откуда взялись ингредиенты, из которых состоим мы сами. И это будет такой таинственный рассказ. Мы с вами пропутешествуем через разные облачности между звездами и ингредиентами, из которых состоят эти звезды и облачности, и мы посмотрим на то, что похоже на нашу землю и где могут быть живые организмы. И также я хочу подчеркнуть большую картину, потому что некоторые из вас могут быть студентами-физиками или популяризаторами науки, представителями других дисциплин. Вы много слышите информации о химии, о физике, но время от времени бывает хорошо посмотреть на это со стороны и увидеть общую картину нас как человечества. Откуда мы взялись, где наше место в этой огромной вселенной, и, конечно, один из самых главных вопросов, одиноки ли мы, одни ли мы в этой вселенной. Я попробую на этот вопрос ответить. И я думаю, что эти вопросы завораживают не только ученых, не только астрономов, но также и художников, и все наше общество заинтересовано в этом. Вы видите, как это отражено в искусстве, и одно из моих увлечений, это не только астрономия, но и искусство. Вы видите, конечно, замечательного художника, голландского художника Винсента Ван Гога. Вы видите его знаменитую картину «Звездное небо над рекой Сины». И вот здесь вы видите изображение, нарисованное аборигенами. Они увидели прекрасный Млечный путь. И вы знаете, что в некоторых полушариях стоит посмотреть на небо, потому что вы увидите красоту неба. И, конечно, импрессионисты. Кандинский – это один из моих любимых художников. И у него есть картина «Звезды» и картина «Комета». Мы с вами поговорим о кометах тоже. И вот здесь мы видите в Тихоокеанском регионе, на северо-западе, вы видите, как ворон крадет Солнце. Это их рассказ о происхождении Солнца. Солнце изображено как звезда. И когда мы вынимаем что-то из темной коробки, этот образ вообще на самом деле подходит для описания того, как образуются звезды из очень темного облака. И я увидела вашу прекрасную библиотеку и сняла с полки этот журнал. Здесь один из моих любимых художников мира. И здесь тоже нарисованы звезды, и Луна, и прекрасная картина с кометами, где вы видите хвосты комет. И, конечно, это завораживает зрителей в разных обществах. Давайте начнем наш рассказ и давайте сориентируемся. Вот это наша собственная Солнечная система. Вот здесь Солнце — это звезда, которая сияет благодаря ядерному синтезу, который происходит внутри Солнца. И потом идут планеты, и они отражают свет от Солнца. И чем дальше мы отходим от Солнца, тем холоднее становится наша маленькая планета Земля на самом подходящем расстоянии от звезды, где не слишком холодно у нас, не слишком тепло. И вода также может быть жидкой, как вы видите здесь. И вы знаете, что в Санкт-Петербурге очень много воды. И я считаю, что вода — это очень важный ингредиент для сотворения жизни. И здесь мы используем Zoom, и мы смотрим более внимательно на нашу Галактику, на Млечный Путь. И Галактика состоит из 200 миллиардов звезд приблизительно. И наше Солнце — это всего лишь одна звезда из этих 200 миллиардов. И это довольно обычная звезда. Мы живем на достаточно маленькой планете, которая вращается вокруг этой звезды, где-то на задворках нашей галактики. В общем, ничего особенного здесь нет в нашем местоположении. И, конечно, наша Галактика, наш Млечный Путь — это всего лишь одна из нескольких сот миллиардов галактик во Вселенной. И теперь мы знаем, что в среднем у каждой звезды есть соответствующая планета. И вопрос в том, одни ли мы и уникальны. И вот здесь мы видим некоторую перспективу, сравнивая вот эти цифры. И происходит замечательное продвижение вперед в астрономии. И это открытие планет вокруг других звезд. Это называется экзопланеты. И впервые они были обнаружены в 1995 году. И сейчас уже известно приблизительно 4 тысячи экзопланет. И это приводит нас к очень важному вопросу. Это древний вопрос, но теперь он возрождается. То, где образуются и как образуются наши звезды и планеты, насколько уникальна наша Солнечная система. Может быть, наша конфигурация уникальна, если даже наша Солнечная система не уникальна. И, конечно, какие из этих планет могут содержать жизнь. И дальше видеть затемнение света. И он становится немного более тусклым. Может быть, меньше, чем на 1%. Но это достаточно для того, чтобы мы могли заметить, что здесь есть планета. Подумайте о Венере, которая проходила перед Солнцем. И можно было несколько лет назад. И вы увидели, что Солнце немного потускнело в это время. И вот здесь такое изображение всего, что мы знаем об экзопланетах. Мы можем сказать, что это такой зоопарк экзопланеты. Потому что здесь самые разные размеры. Некоторые из них больше. Например, Юпитер. Есть планеты в три раза больше. Юпитер или Сатурн. Некоторые очень маленькие. Некоторые даже меньше Земли. Но удивительно, что основная часть этих экзопланет относится к виду, которых нет в нашей Солнечной системе. Есть восемь планет. Начинают Марс. И также маленькие планеты. Юпитер. Оказывается, что большинство экзопланет относится к типу, который называется сверхземля. Или мини-Нептун. И разница в десять раз по сравнению с Марсом и с Землей. И масса по сравнению с массой Земли. Эта масса может быть в десять раз меньше. И, может быть, они уникальны в этом отношении. И вот здесь мы смотрим на то, как формируются планеты. И может ли зародиться жизнь на них. Или есть ли уже жизнь. И здесь тратятся миллиарды евро на вот эти миссии. И, конечно, самый важный вопрос, то, как сформировалась наша Земля 4 миллиарда лет назад. 4 миллиарда лет назад. И здесь мы смотрим на строительные кирпичики для того, чтобы сформировалась наша Солнечная система. И мы все еще можем наблюдать и делать пробы. И мы можем рассматривать внутри Солнечной системы на метеориты. Это маленькие кусочки астероидов. И большие строительные кирпичики. Они могут, например, быть километров диаметром. И меньше кусочки, которые падают на Землю ежедневно. Где-то до тонн в день. И можно их поднять. И можно их изучать в лаборатории. И мы понимаем, таким образом, что-то такое об образовании внутренней части системы. И вот в настоящий момент у нас есть Хаябуса-2 и Осирис-Рекс. Это две миссии. Одна послана из Японии. Вторая из Америки от НАСА. И вот здесь мы видим фотографию астероида, который в диаметре составляет несколько сотен метров. И мы пытаемся получить здесь образец и дальше доставить этот образец назад на Землю. И в нашей Солнечной системе намного холоднее. Это не просто скалы, но и даже есть в Солнечной системе лёд. И таким образом мы видим здесь грязные солнечные... Грязные, простите, снегопады. И когда это всё приближается к Солнцу, то тогда начинает испаряться газ и превращается... Испаряться начинает лёд и превращается в газ. Несколько лет назад миссия от Европейского космического агентства Розетта приземлилась впервые на комете, впервые в истории. И таким образом газы были, поступили туда. Но я ещё вернусь в конце своей лекции к этой теме. Обе этой миссии являются своеродо посланниками от нашей ранней Солнечной системы. Вот от этой и от дальнейшей. Поэтому это составная часть того, как образовывалась наша система. Итак, прекрасно. Давайте начнём сначала. Где же на самом деле образуются звёзды? Давайте посмотрим на химию этого. Если вы посмотрите на небо, ночную прекрасную звёздную ночь, может быть, даже сегодня, вы увидите, что не так много там света из-за загрязнения, вероятно. И дальше, может быть, не многие из вас думали о том, а что же находится между звёздами. Вот эти места между звёздами, они не пустые. Они заполнены очень разряжённым газом, в среднем. Это один экс на кубический сантиметр. И внутри мы видим вот эти облака, где рождаются звёзды. Вы узнаёте это созвездие сейчас? Узнали? Прекрасно. Вот здесь у нас, вот это вот охотник. Вот это верхняя часть его тела охотника. Вот здесь мы видим его пояс. А вот этот олень, это на самом деле туманность Ориона. И если мы используем небольшой телескоп, сейчас мы знаем, что на самом деле эта туманность является своего рода питомником тысяч новых звёзд. Вот такой современный снимок, сделанный при помощи очень большого, очень крупного телескопа. У него есть специальные линзы, которые позволяют рассматривать и делать снимки всех этих звёзд. Сейчас уже говорят о том, что эта туманность может содержать хаотический материал будущих звёзд. И здесь мы видим часть этой туманности Ориона. И здесь мы видим эту туманность, её полной красе при помощи мощного телескопа. А вот эта часть, которую вы здесь видите, это очень горячий газ. С температурой 10 тысяч градусов здесь вы не найдёте молекул. Но это позволяет делать очень красивые цветные фотографии. То, что нас здесь интересует, это вот эта очень тёмная часть снимка. И как вы видите, это то место, где рождаются новые звёзды. И также образуются молекулы. На самом деле, Виктор Амбарцумян, он работал в Санкт-Петербургском университете в своё время, а также в обсерватории здесь. И он первым понял, что звёзды не обладают вечной жизнью. На самом деле, где-то в 1950 году астрономы, физики, всё ещё считали, что звёзды относятся к космологии. И на самом деле они являются основной частью создания Вселенной. Но затем он понял, когда он изучил ряд звёзд, что это не так. Когда он видел, как образуются звёзды, и как они опять умирают. И поэтому, чем больше их жизнь зависит от того, как они образуются. И это был очень важный вклад в науку, который внёс Санкт-Петербург. И давайте теперь посмотрим на эти тёмные облака. Здесь мы видим так называемую туманность Коринны. Мы видим её благодаря очень мощным линзам. И здесь мы вот сейчас путешествуем через по этим облакам. Вот я сейчас показываю вот это тёмное место здесь. Там, где образуются новые звёзды и молекулы там находятся, эти облака являются самыми крупными, одними из самых крупных облаков в нашей Вселенной. И у них достаточно большая масса. Для того, чтобы образовать, возможно, 10 тысяч или же 100 тысяч новых звёзд. И поэтому они, так сказать, работают только на свою неполную мощность сейчас. Почему же эти облака тёмные? Они тёмные, потому что там находятся крошечные зёрна пыли. Мы видим здесь, что они состоят из силиката. И это составляет буквально частицу пыли, которая составляет просто какие-то доли микрона. И здесь образуется определённый дым, как это бывает, дым, который образуется во время курения. И бывают ведь специальные кафе для курения. Так, не работает. Всё слышно сейчас? Прекрасно. Отлично. А что находится внутри этих облаков? В основном это водород. Водород, который появился во время Большого взрыва. И этот водород состоит в основном... И в основном это молекулы водорода. 1% это крошечные частицы пыли. Как я уже сказал, они состоятся из силикатов. То есть это песок. А также углеродосодержащий материал. Температура огромная. Это очень маленькая. Это 10 градусов по Кельвину. Это где-то минус 70 градусов по Цельсию. А плотность составляет порядка 10 тысяч частиц на кубичный сантиметр. Вот здесь в этом помещении 1 кубический сантиметр. Это где-то в 3 раза больше, чем этот размер. Если вы посмотрите на то, что есть на Петербурге, то это где-то 100 миллионов частиц на кубический сантиметр. Таким образом, это гораздо более пустым является пространство, чем мы привыкли. И также здесь мне интересно, какова здесь химия этого происхождения. Потому что я химик по образованию. Вот здесь мы видим небольшое фото того, как выглядят эти частицы пыли. Итак, как мы изучаем, что же происходит внутри облаков? Потому что эти темные облака, все прекрасно, как мы видим по оптике. Но мы не можем увидеть, что находится внутри при помощи оптических приборов. Для этого нужно использовать более длинные волны, инфракрасные волны. То есть мы используем длинную, удлиненную длину волны. Если мы посмотрим на это, то мы увидим, что здесь меньше поглощения и больше рассеяния. Вот это вот видеоматериал, созданный на основе видеоматериалов телескопа HH-46. Мы видим, что здесь внутри этого облака находится молодая звезда. А это темное облако, ее трудно очень рассмотреть. Но по мере увеличения этого изображения мы можем увидеть молодую звезду, которая своего рода отталкивает остальные, лежащие вокруг нее звезды, пытается как бы вырваться из них. Это главное наше сообщение. Нам нужны волны увеличенной длины для этого процесса. Нам повезло, потому что у нас есть очень мощные телескопы, которые позволяют это увидеть. Здесь мы видим несколько из телескопов, с которыми я работала. Вот такой ИСО-телескоп, когда я работала, который в 1995-1998 году. Этот телескоп может наблюдать за тем, что происходит высшая атмосфера Земли. И, конечно, мы хотим увидеть то, что выше атмосферы Земли, потому что атмосфера полна воды, СО2 и кислорода. А мы хотим иметь вид из космоса. Следующий телескоп – это Спица от НАСА в Соединенных Штатах Америки. Он также очень мощный. И все это сочетается в гигантском телескопе Хершель, который в 2009-2012 году работал. Затем там хладагенты перестали действовать, поэтому он перестал, этот космический телескоп, действовать. Но они прекрасно подходят для того, чтобы наблюдать то, что происходит в воде. Причем это телескоп высокого разрешения, очень высокого разрешения. И он был спроектирован, чтобы наблюдать воду во всех деталях. И он был построен, на самом деле, в Голландии. И затем его использованы в нескольких странах. Дальше мы должны получить представление о том, как прогрессирует техника за последние 30-40 лет. Вот здесь мы видим изображение одного разрешения, один пиксель. Вот то, что происходит в звездообразующих облаках, мы своего рода снимаем завесу с этого процесса. И мы видим, что происходит в подобных местах. Мы видим, как вот это излучение происходит, которое воздействует на частицы пыли. И здесь мы видим прото-звезды, молодые звезды, которые сейчас образуются внутри этого облака. Прекрасно. Значит, конечно, спутники прекрасная вещь, но они очень дорого стоят, поэтому невозможно будет разместить в космосе крупный телескоп по-настоящему. 3,5 метра диаметра – это уже предельно возможный размер. И большие телескопы, которые являются наземными, нам повезло, что у нас есть доступ к ряду крупнейших наземных телескопов. На самом деле, в течение предназначенного времени в России был 6-метровый телескоп на Кавказе. Он был тогда самым крупным. Он называется «Большой телескоп». В настоящее время у нас телескопы класса 8-10 метров. Вот, в частности, в Европейской Южной обсерватории, так называемой ЭСО. И мы по своим планам намерены установить большего размера телескопы, так называемые телескопы, ИЛТ и так далее. Это действительно сверхкрупные телескопы. То есть, такое ощущение, что мы все увеличиваем их размеры. Вот мы видим, какой... Здесь где-то диаметр должен быть 39 метров у этого телескопа. Если вы сравните это с тем, что сейчас 8-10 метров. То есть, и все это нужно, чтобы изучать жизнь других планет. И есть такие телескопы, которые работают в радиочастотах. Но есть телескопы, которые работают в миллиметровом диапазоне. Это так называемый телескоп ALMA. Атакама Large Millimeter Array. Этот телескоп рассчитан в большой миллиметровый массив Атакама. Он изучает все, что происходит. Он самый крупный между Восточной Азией и Америкой. Там стоит 66 радиоантенн, которые позволяют проводить исследования. И здесь вы видите торжественное открытие его, которое произошло в 2013 году. И все это очень хорошо подходит для того, чтобы наблюдать мириоды различных молекул. И вот здесь мы видим, как был построен телескоп ALMA. Вы видите, что использовали... Это был просто фантастический процесс с точки зрения логистики. Необходимо было доставлять туда различные компоненты из Азии, Японии, из Европы. Все они должны были быть собраны в одном месте, просмонтированы, проверены, испытаны. И вы видите здесь гигантского размера грузовик. И это было от 3000 метров до 5000 метров. На такой высоте устанавливалось. Так что это был технический вызов гигантский. И вот здесь мы видим ALMA. И это одно из самых красивых мест на Земле. Оно завораживает своей красотой. Вы видите вулканы. И я могу сказать вам, что это и буквально, и метафорически, это потрясающий опыт быть на высоте 5000 метров. И там, конечно, трудновато дышать. И телескоп с большой решеткой. ALMA много рассказывает нам о химии. И то, как мы находим молекулы, как мы за ними наблюдаем. Здесь нужны специальные телескопы, давайте займемся химией. И вот это восприятие астрономом таблицы Менделеева. Это немного отличается, на самом деле, от того, что вы учили в школе. И то, что водород, конечно, это самый распространенный элемент в природе. Также гелий – это где-то 10%, если мы танцуем от единицы. И химически более интересные элементы – это азот и водород. Мы, видите, здесь 10 минус 4, то есть это фракция от промилле. И дальше мы идем в следующий ряд, и там содержание даже меньше. И в основном атомы водорода соединяются друг с другом, может быть, раз в несколько месяцев или через год. Так что химики говорят, астрономы, не ищите эти молекулы, потому что вы их не найдете. Но на самом деле мы находим очень много различных молекул. И для того, чтобы понять, откуда берутся эти элементы, то есть это то, что происходило в другом месте, на конференции Менделеева. И вот здесь вы видите железо, кремнии, кислород. И когда происходит ядерный синтез в звездах, когда происходит взрыв, например, сверхновых звезд, например, Гассиопея, то тогда эти элементы возвращаются в межзвездную среду, где они дальше образуют среду для следующего поколения звезд. Так что элементы, из которых состоит наше тело, мы действительно звездная пыль, потому что мы тоже состоим из этого же самого материала. И люди обнаружили много молекул в пространстве, несмотря на то, что проводили время в холодных условиях. Если я, например, наблюдаю за туманностью Реон с помощью Альмы, даже 10 секунд, и я вижу диапазон. Это также, когда вы ловите какую-то программу по радио, и вы подбираете частоту, и вот здесь вот мы видим подпись каждой из молекул. И вот здесь мы видим метанол, и мы видим эфир, мы видим диоксид серы и множество молекул. И мы можем уникально их определить, потому что каждая молекула в связи с квантовой механикой имеет собственный паттерн, собственную закономерность, или можно сказать, можно думать об этом как о штрих-коде. Как бы у каждой молекулы есть собственный штрих-код, как вы знаете, в супермаркете. Вы знаете, это для того, чтобы можно было идентифицировать каждый продукт, и также можно идентифицировать каждую молекулу. И мы видим многие молекулы, есть более обычные, аммиак, вода, формальдегид. Я думаю, что это молекулы, которые вы знаете, правда? А, ну да, алкоголь мы знаем, да, конечно. Вообще в космосе много алкоголя. И я думаю, что можно по крайней мере до 10 до 27 бутылок водки. Если мы посмотрим на туманность Ариана, вы видите, как на самом деле это то, как вот этот космонавт мог бы выпить пиво из тучи. Но мы смотрим здесь на процентное соотношение 40%. И здесь мы можем описать эти туманности. Мы видим длинные цепочки углеродов. Потому что, ну, казалось бы, что водородов сотни раз больше, но, тем не менее, мы видим всего лишь один атом водорода и больше углерода. И мы также смотрим на стабильность молекул. И здесь химия – это не термодинамические равновесия, но это связано с различием между разными подвидами молекул. И здесь мы смотрим, что было обнаружено в космосе. Просто сахар, алкоголь, то, что мы обсуждали, и эфир. Все, и на самом деле все молекулы становятся несколько более сложными. И то, что мы еще не обнаружили, то, что считается строительными кирпичиками для жизни, например, аминокислоты, например, глицин, он должен там быть, но мы его еще не нашли. И это основания, которые нужны для наших ДНК и РНК. Но пока еще это не было обнаружено. И вот эта маленькая молекула, которая, может быть, не важна для происхождения жизни, но это важно для сохранения жизни, это кофеин. И пока еще тоже не было обнаружено в космосе. И смысл этого слайда, что на самом деле эти молекулы не настолько сложнее, чем те, которые уже были обнаружены. Так что мы можем углубиться в эту тему. И здесь мы смотрим на молекулы углерода, и также на ионную составляющую, и на предшественники аминокислот, и также на хиральные молекулы, которые тоже были обнаружены несколько лет назад. И мы не знаем, справа это или слева, нам нужны разные изменения, но, по крайней мере, хиральные молекулы были найдены. И мы знаем даже более слаженные, например, полициклическо-ароматические углеводороды. И если вы, например, знаете, что если вы пережарили мясо, вы получите эти молекулы, и это целый класс, но мы не можем их идентифицировать индивидуально. Мы не знаем, это коронин или нафталин. Если мы смотрим на бензонитрил, который был недавно обнаружен, год назад, и другой тип молекулы, которых вы знаете, это фуллерены, это C60 и C70, которые были обнаружены в умирающих звездах. И когда они сначала обнаружили Хенри Кротта, и он астрофизик, он думал об этой длинной цепочке углерода, он пытался понять, когда она становится все длиннее и длиннее, почему она остается цепочкой, когда они начинают запутываться. И вот из этого у него возникло вдохновение, и он смог обнаружить фуллерены. И вы можете сказать, что межзвездная химия помогла привести к этим открытиям, за которые ученый получил Нобелевскую премию, и его исследовательская группа также. И вот здесь мы видим, что эти частицы очень холодные, это как глубокое замораживание. И когда эти молекулы намораживаются на частицы пыли, если вы смотрите на свои окна, то вы видите, что молекулы как раз из атмосферы намораживаются на ваши оконные стекла и формируют слои льда. И вот здесь мы видим, интересно, потому что мы видим разные реакции на частицы. Вот здесь, когда образуется вода, и здесь образуется метан, аммиак, и если есть моноксид углерода, то также образуется метану. Так что на самом деле алкоголь действительно есть на частицах пыли в космосе, на камнях. И здесь мы смотрим на пузырьки, которые тоже присутствуют на этих частицах пыли, так что у нас буквально такой ледяной коктейль. И мы сейчас моделируем эти процессы, проводим научные симуляции в нашей лаборатории в Лейдине. И вот здесь мы видим наших студентов, которые защищают кандидатские, и эту группу возглавляет Гарольд Ленард. Мы не можем учесть все условия, мы не можем ждать сто лет, пока все реакции произойдут. Наши студенты должны проводить свои эксперименты за один день. Ну, мы, по крайней мере, охлаждаем среду, насколько возможно. И здесь давайте посмотрим на то, как вода формируется в космосе. Вот здесь эти частицы пыли в межзвездном туманности. И где-то один раз в день вот здесь водород, видите, он осаждается. Вот здесь находят другую молекулу водорода. И получается молекулярный водород. Но также у нас есть и кислород на этих частицах пыли, которые движутся медленно по частицам пыли. Они находят друг друга и создают молекулярный кислород. И вот здесь мы видим пероксид кислорода. И здесь формируются молекулы воды. И потом дальше мы проматываем на 10 тысяч лет. И получается у нас очень много молекул воды. И тогда образуются ледовые поверхности на вот этих частицах пыли. Это анимация, но она основана на подлинных экспериментах, которые мы проводили в трех разных местах. И видим здесь промежуточные стадии, например, пероксид. И это тоже здесь происходит. Один из моих коллег сказал, что из-за того, что вот так формируется большая часть воды во Вселенной, она формируется за счет вот этих частиц пыли и на них. И мой коллега поэтому говорит, что вода старше Солнца, потому что она сформировалась в этих плотных облаках до того, как формировались. Давайте подумайте об этом. Вот эта вода, которая в стакане, которая у нас в теле находится. Так что вот этим молекулам воды более 4 миллиардов лет. Подумайте, что происходит. Они конденсируются и появляется вода из этих молекул. Подумайте об этом в следующий раз, когда вы воду побудете пить. Итак, прекрасно. И вот мы таким образом обнаруживаем такие емкости, резервуары холодной воды на планетообразующем диске. Подумайте, сколько там воды. И мы узнаем, что вот в этом месте где-то находится 6 тысяч океанов льда. И у нас на Земле только несколько всего океанов. Так что вы можете представить, сколько же в этом облаке содержится океанов. А вот это вот то, что касается теории Большого взрыва, что произошло, которую рассматривал Хершель, о которой мы уже сегодня говорили с точки зрения науки. Прекрасно. Если сейчас подвести итоги, то межзвездные облака обладают очень богатым химическим составом, несмотря на то, что они находятся в холодных условиях. И сложные органические молекулы, и вода можно наружить почти во всех образующихся звездах. И первый вывод у нас такой. Они являются строительными кирпичиками, которые настолько распространены. Теперь поговорим немного о физике. И вот у нас есть облако. Как я создать из него звезду? Прежде всего, конечно, это происходит во время распада облака. И в конечном итоге мы видим, появляется протозвезда в результате этого распада. Поскольку здесь происходит небольшое вращение, то эта материя не может продолжать падать радиально. Она начинает обращаться вокруг молодой звезды. А вот это тот размер, который сравним с размером нашей собственной Солнечной системы. Это вот расстояние, если от Солнца до звезды это один год, то здесь 50 таких астрономических единиц у нас, а не один. Одна астрономическая единица, которая является расстоянием от Земли до Солнца. Теперь давайте немножко по Ориону попутешествуем. Мы видим здесь различные звезды. Давайте попробуем обнаружить, найти здесь протозвезды. Там, где в этих оконах образуются новые звезды. И теперь мы проведем имитацию этого проекта. Вот молодая звезда находится внутри этого облака. Это облако сейчас распадается, и она сейчас выходит оттуда, развеивается. И мы видим, как вращается этот газ. И таким образом образуется планета. Это все прекрасно, но существуют еще диски. И мы видим, что они очень небольшие. Мы видим здесь, в том же самом масштабе эти облака, и очень крошечные диски. Где-то в тысячи раз меньше. Вот для этого нам нужны телескопы типа Альма. Для того, чтобы можно было приблизить эти диски. И вот это именно и обеспечивает телескоп Альма. Он настолько мощный, что мы можем направить его на любой из молодых звезд. И рассмотреть ее, в частности, созвездие Волка. И здесь мы можем за минуту обнаружить вот все эти диски из пыли вокруг. И это можно сделать и с множеством других облаков. Почти все молодые звезды окружены такими дисками. Размер этих дисков сравним с размером нашей Солнечной системы. Масса некоторых дисков обладает достаточным количеством материала, чтобы создать целую Солнечную систему. В некоторых случаях это только один процент от массы Солнца. То есть нам нужно обладать для нашей системы десять раз массу Юпитера надо создать. Некоторые достаточно для того, чтобы образовать землеподобные планеты. Эти составляющие важны для образования систем. Что касается химических составляющих этого проекта, процесса, простите. Вот если мы сейчас здесь приблизим, смотрите как. Так, на самом деле, я не рассчитывал, что это сейчас произойдет. Музыка появилась. В любом случае, вот сейчас мы путешествуем по направлению галактики. И мы видим вот здесь большого змея. И мы сейчас опять же увеличиваем изображение, приближаем его. Мы движемся к молодой звезде. Нет, мы сейчас в инфракрасное излучение попадаем. А вот здесь крошечные мелкие объекты, предметы. Мы видим, как образуются там звезды, звезды. И потом образуются очень богатые молекулы. И вот здесь находится несколько сложных молекул, которые мы недавно обнаружили при помощи этих телескопов. Здесь вы видите новые, так называемые, молекулы. Прекрасно. Все эти составляющие присутствуют во всех планетарных системах. Давайте сейчас вот к этим изображениям перейдем. Вот эти гравюры. С 1798 года. Когда еще люди очень мало знали о планетах и звездах. Но, тем не менее, они уже думали о том, как движутся планеты и звезды. И было вот в то время семь планет известно. Было совсем другой уровень знаний. В некоторых случаях больше планет или меньше планет. Где-то они ближе, где-то дальше. Мы видим все разнообразие планетарной системы. И это мы сейчас и в этом убеждаемся при наших наблюдениях. Когда мы видим огромное разнообразие. И когда есть очень крупные планеты и очень мелкие планеты. Вот что же такое является причиной этого разнообразия планет. Это образование вот этих протопланетных дисков. Мы здесь видим, собственно говоря, разрывы, которые образуются в этих дисках. И это мы наблюдаем. Опять музыка появилась, которой я не ждала. Давайте посмотрим, как мы образуем планеты. Вот у нас крошечные зерна пыли. Что же происходит? Вот эти зерна, эти частицы, они друг с дружкой сталкиваются. Они все увеличиваются после этого в размерах. Посмотрите, что происходит. Они все больше становятся в размерах после столкновения. Это все происходит постепенно, шаг за шагом. От микрометров до миллиметров. Затем до размера сантиметров. Потом появляются уже камни. Потом появляются блоки и так далее. Вот они все время таким образом увеличиваются в размерах. И здесь то, что мы сейчас видим во время наблюдений при помощи телескопа Альма. Вот этот вот телескоп нам позволяет увидеть эти разрывы, эти полости пустые и то, где образуются молодые планеты. Это все похоже где-то на снег в некоторых случаях, который идет внутри. А вот это вот признак того, что, возможно, эти планеты сейчас там образуются в этот самый момент, в этих дисках. И за последние несколько лет мы вошли в эру, когда мы можем наблюдать образование планеты. И теперь очень кратко, то, о чем я сейчас говорил, мы начинаем с частиц пыли микро, микронного размера. Затем размеры все увеличиваются. Затем уже это доходит до размера в километр. То, что называется планета Семали. И затем мы приходим к эмбрионам, планетным эмбрионам. Это уже размеры Луны до размера Мартса. И затем мы переходим к тому, что уже может быть похоже на нашу Землю. Но вот это, что здесь показано, очень интересно. Потому что вот здесь появляются как раз настоящие строительные блоки, строительные кирпичи. И это как раз и является основой кометы, которая может составлять несколько километров в диаметре. В некоторых случаях в ночном небе мы наблюдаем прекрасные кометы. В 1996 году мы могли наблюдать такие кометы. Комета... И мы видим, что происходит в будущем. Вот здесь мы видим комета, которую наблюдали при помощи во время миссии Розетты. И вопрос ставал, сохраняют ли эти кометы свой материал. Вот что сделала миссия Розетта. Она провела исследование состава. В нее в эту миссию входило два наблюдателя российских ураемов и Масриена. И вы знаете и произносите их именам гораздо лучше, чем я. Здесь была комета 67П. Затем в 2004 году гораздо дольше продолжалась эта миссия. Они облетели достаточно раз эту орбиту на достаточной скорости. И здесь они начали уже достигать этих комет. В 2014 году уже они наткнулись на эту комету. А в августе 2014 года они приблизились уже на расстоянии 14 километров. И это продолжалось обращение вокруг нее в течение почти двух лет. Это очень красивая фотография перед вами. Это своего рода селфи, сделанное во время миссии Розетты. А вот здесь мы видим самую активную часть, когда происходит потеря газа со скоростью 5 литров воды в секунду. А вот это вот большой план, увеличенное изображение места, того места, где эта миссия села на комету. И здесь мы наблюдаем, как это происходит. Как они садятся на нее в этом месте. Сама территория очень привлекательна. Там есть дюны. Мы видим, что есть там еще движущиеся пески. И самые разные трещины появляются на этой территории. В конечном итоге, может быть, когда-то появится вместо одной кометы несколько. То есть она может таким образом распасться через много лет на несколько комет. И здесь мы видим то, что происходит на так называемой территории Филе. Там, где села эта миссия. Таким образом, что мы узнали благодаря этой комете? Один из самых чувствительных приборов стоял на материнском космическом корабле. Там стоял массовый спектрометр, для работы которого требует... Обеспечивает очень хороший, так сказать, нюх розетты. И что же она вдыхает? Это диоксид углерода, эдонол. Все те же самые молекулы, которые мы наблюдаем в межзвездном пространстве. Это было несколько удивительно, что есть молекулы воздуха. Это трудно найти. И такие молекулы трудно найти, но тем не менее, они были обнаружены, молекулы кислорода в этом месте. И поэтому их можно легко отличить от серы, от других веществ, благодаря большой массе. То есть было изобилие кислорода на кометах. Возможно, это связано с тем, что происходит с кластером звезд по сравнению с обычным облаком. Розина позвала провести исследование, создать своего рода зоопарк различных молекул. В частности, вот здесь мы видим льва, короля животного мира. Это глицин. Дальше здесь мы видим спирты различные, а также серосодержащие. Это действительно, воистину, зоопарк молекул, который был обнаружен. И состав, который мы обнаружили у этой кометы, очень похож на тот состав, который мы наблюдали в межзвездных облаках и в межзвездном пространстве. И таким образом мы видим, что при распаде облака появляются эти диски. И может ли она на самом деле прибыть к планетам? Да, ответ, конечно, это может доставить на Землю воду, а также органические вещества. И мы можем наблюдать это, потому что вода, которая у нас есть в океанах, и в частности рядом с Санкт-Петербургом, это необычная вода. Там есть немного тяжелой воды, содержащей дейтерии. И это очень характерно, на самом деле, это очень характерно от химического состава, который мы наблюдаем в космосе. Это одно из доказательств того, что эти кометы очень важны для доставки воды и других материалов на Землю. Что касается обитаемых зон новых планет, являются ли они обитаемыми? Вопрос связан с тем, насколько они теплые. Потому что, если они не слишком далеко от того места, где вода находится в жидком состоянии, потому что Земля находится в так называемой обитаемой зоне и на правильной, так сказать, расстоянии. И на самом деле вода, которая находится в атмосфере эксопланет, как мы это узнаем? И вот здесь мы смотрим на Марс, и здесь везде ее много, и только в Земле другие элементы. Вода, озон, СН4 и так далее. И на одной из этих планет была такая замечательная система. Обнаружена эта маленькая звезда, но 7 землеподобных планет и 3 с них BCD в обитаемых зонах. И это обнаружил бельгийский астроном. И поэтому так мы выбрали имя TRAPPIST, это система транзитных телескопов. И вот здесь другая цель для будущих наблюдений. Заседняя звезда Проксима Центавра в созвездии Центавра. И мы смотрим на планеты вокруг, и мы находим Проксиму B. И может выглядеть вот так, как здесь нарисовано, или по-другому. Но есть новое поколение телескопов, огромных телескопов, у которых есть сверхчувствительность для того, чтобы искать биомаркеры воды, озона, оксид азота и так далее. И поэтому всегда нас ведет вперед новые технологии. Мы переходим к новым поколениям больших телескопов. И на самом деле это не слишком далеко во времени. И через 10 лет примерно у нас уже будут телескопы будущего. И снова, если мы здесь используем другую перспективу, вот это знаменитое изображение голубых точек, и это использовали в миссии, которая проводилась 50 лет назад в Солнечной системе. И здесь мы оборачиваемся и фотографируем Землю, оборачиваясь несколько раз. Вот это мы. То есть мы – это маленькая точка посредине откуда затеряна. И, конечно, мы должны делать сложные физические исчисления, химические исследования. Но также это дает нам некоторую перспективу и, в общем, некоторое смирение. То, что мы все живем на одной планете, это также может дать нам ощущение толерантности. И наш Международный союз астрономов. Мы будем проводить 100-летнее празднование, юбилей. И это союз всех профессиональных астрономов. Ему исполняется 100 лет. И у нас лозунг «Мы все под одним небом». Это означает, что мы все граждане мира, и над нами прекрасное небо. У нас много видов деятельности. 4 тысячи типа мероприятий в 100 странах и, очевидно, и в России тоже. Так что, пожалуйста, заходите на наш веб-сайт. И я предлагаю вам участвовать в наших программах. Я хочу завершить свою лекцию здесь. Я хочу сказать вам, что вы граждане мира. И я хочу, чтобы мы все получали большое удовольствие от этого прекрасного неба. Спасибо большое за ваше внимание. Друзья, сейчас можно будет задать вопросы. Артем будет ходить с микрофоном. Поднимайте, пожалуйста, руки. За лучшие вопросы от фонда «Траектория» мы приготовили для вас 8 книг. Всего 8. Это научный пляж литературы, которые мы поддерживаем. Вместо создательства маленьких нон-фикшн, здесь две книжки. «Как работает вселенная» Сергея Парновского и «Одинокериного вселенного». Вы, кстати, помните слайд, где «Голубая точка» нашей планеты? Вот три года назад наша первая книжка, в будущем вообще про издательских программах фонда «Траектория», как раз так и называлась «Голубая точка» или «Карл Саганна». Это абсолютно бессиллер. Она сейчас продается в магазинах и продается несколько раз. Вопросы? Здравствуйте. Ища обитаемую зону, мы достаточно сильно сужаем диапазон поиска, ища землеподобную жизнь. Собственно, возникает вопрос. Даже на Земле на самом деле есть так называемые экстремофилы, которые живут в совершенно неподходящих, казалось бы, для жизни условиях, питаясь различными химическими соединениями и так далее. Не упускаем ли мы, соответственно, гигантское количество возможных мест для жизни, в том числе таких организмов, ища просто планет, на которых может быть жидкая вода? Хотя, по сути, жизнь могла бы обойтись и без нее. Я уловила только последнюю часть вашего вопроса, но, по-моему, вы спрашиваете, почему, например, мы ищем жидкую воду, это то, к чему привыкли, то есть я взяла устройство для перевода в конце вопроса, и у нас может быть жидкий аммиак или жидкий метан или метанол. Но если мы смотрим просто на разнообразие после водорода, кислород – это также самый распространенный элемент, он универсален во Вселенной. И если мы смотрим на то, сколько аммиака, например, и мы смотрим в этом направлении, в этом, в другом, в 10 раз меньше аммиака, и в 10 раз меньше метанола, и также вода – хороший растворитель, поэтому она помогает объединять разные элементы. Так что если мы будем думать о происхождении жизни в следующие 10 лет, мы можем обнаружить, что это может быть связано с другими жидкостями, но всё-таки естественное всего, чтобы жизнь зародилась именно в воде, и в том числе потому, что это такой распространённый элемент. Спасибо большое за лекцию. Вопрос такой. Вы говорили, что найдены в межзвёздных облаках молекулы, в которых нет аналогов на Земле. Ну, то есть они не найдены на Земле. Вопрос такой. Я понимаю, как ищут молекулы, которые есть на Земле. Мы можем измерить спектр, можем посчитать его. Мы видим линию в спектре, которой нету, и мы не знаем о существовании этой молекулы. Как мы узнаём, что это за молекула? Мы просто перебираем миллионы молекул. Как это делается? Спасибо. Это отличный вопрос тоже. Это немножко похоже на историю. Астроном находит линии спектра, которые он не может идентифицировать, которые не соответствуют никаким подвидам молекул здесь на Земле. Он смотрит на таблицы и не находит никаких совпадений. И тогда вопрос, что это может быть. Сначала, как астроном, вы должны найти закономерности. Например, у азота может быть техническая другая структура. И вы узнаете те молекулы, в которых он содержится, и как там происходит расщепление. И также вы смотрите на частоту массы молекул, и дальше вы смотрите на сочетание углеродов и кислорода. И на массу молекул. Также есть компьютеры, есть исчислительные исследования. И здесь они смотрят на сочетание, на количество водорода и кислорода. И дальше нужно пойти в лабораторию и синтезировать эти молекулы. Даже если приблизительно, даже если они существуют несколько секунд, все равно мы можем измерить спектр. И только тогда вы можете правильно идентифицировать эти молекулы. Спасибо вам большое за интересную реакцию. Я Минералов из Горного университета. И я пишу кандидатскую диссертацию по метеоритам. Соответственно, мой вопрос такой. Вы много рассказали про органические молекулы, которые мы ищем на других планетах. Но что мы знаем про металлы и про драгоценные металлы на других планетах? Какие там есть месторождения или могут быть? Спасибо. Да, это очень хорошая, очень интересная тема. Особенно в плане горного дела, потому что люди думают, что люди могут полететь на астероиды и там выкопать драгоценные металлы. Но на самом деле в основном это все-таки силикаты и также углеводородные материалы и карбид силикатов. И мы смотрим, видим также следы фастеритов. И мы видим пероксины. Если вы больше думаете о драгоценных металлах, на самом деле их довольно мало там. Мы думаем о серебре или о золоте. Вот сегодня утром, во время своей лекции, я показывала то, как мы сейчас знаем, то, как именно формируется золото в космосе, когда две нейтронные звезды в конце своей жизни, когда они соединяются, сливаются. И в астероиде много нейтронов, которые также позволяют создать золото. И вот это в 2017 году люди впервые смогли пронаблюдать, как именно это происходит. И я думаю, что в этом слиянии несколько океанов. Также было создано не только масса золота. И немного остается на астероидов, которые доходят до Земли. И также гелий. Некоторые люди интересуются гелием. Так что это зависит немного от того, что вы ищете. Спасибо большое за вашу лекцию. Очень интересно. И хочется спросить у вас. Недавно была запущена миссия ТЭС по поиску экзопланет. И, возможно, вы можете поделиться, какие у вас ожидания от этой миссии. И, может быть, вы знаете, какие-то новости, которые еще не публиковались. Во-первых, я не вхожу в группу ТЭС. Но эта миссия, конечно, основана на успехе миссии Кеплера. Миссия Кеплера достигла фантастических результатов. Они смогли доказать, что основная часть экзопланет являются сверхзвездами. Может быть, даже размера Нептуна. Но это было очень далеко от нас. Поэтому там никогда мы не можем проводить наблюдения. Планеты, которые там находятся, слишком далеко для наблюдения. С ТЭС – другая ситуация. Они разблюдают все, что происходит рядом с ближними звездами. И это будет очень полезно для того, чтобы можно было продурать исследования командами JBS и ЕС. И так что астрономы такие, как я, очень заинтересованы в том, что делаем, потому что мы будем знать, куда нам направлять телескопы в будущем. Кое-какие материалы ТОС уже были опубликованы, и они публикуются регулярно. И это хорошо. И хорошо, что существует такая информационная прозрачность, чтобы публика могла следить за событиями. Я тоже жду с нетерпением, когда в 2021 году JBS будет запущена и буду следить за этим. Скажите, пожалуйста, вот Вы в начале лекции анонсировали, что Вы расскажете, что это одинокий МРО Вселенный или нет? Вы не ответили на этот вопрос. И второй вопрос в связи с этим. Второй вопрос в связи с этим. Выдающийся советский эстрофизик Шкловский выставил такую мысль, что если у организма гипертрофированные органы, то этот организм рано или поздно погибает. Он выставил гипотезу, что у человека мозг не является ли тем гипертрофированным органом, который приведет к гибели человечества? Вот два вопроса. Это два вопроса очень хороших. Почему я полностью не ответил на этот вопрос? Одиноки ли мы во Вселенной? Потому что мне требует здесь статистика. И мы знаем, что в нашей галактике находятся несколько миллиардов звезд. Некоторые из них имеют обитаемые зоны для планет. Поэтому это значит, что может быть один миллиард есть обитаемых планет. Составляющие для этого существуют. Насколько... Когда же там образуется жизнь? Это вопрос. Но я не могу не ответить, потому что я не биолог, я химик. Ну, некоторые говорят, что химия, конечно, найдет для себя возможности. Но я не знаю. Надо наблюдать все, используя научные подходы. Но мы знаем, что на нашей собственной земле... Нашей собственной земле... Простая жизнь... Самая простая жизнь развелась достаточно быстро. Это означает всего нас несколько сотен миллионов лет. Вот так быстро. Что касается сложных организмов, такие как мы, для них требуется очень много времени для развития. И у нас только происходит это всего лишь последние несколько миллионов лет. Поэтому с планетами сначала возникнут только более простые формы жизни. Но, конечно, возможно, будут такие живые машины возникнуть на других планетах. Мы просто этого не знаем. Во всяком случае, формы жизни, которые у нас есть на нашей планете, совсем не обязательно, что они будут постоянно существовать. Например, динозавры вымерли под влиянием комет... Кометоподобных объектов. Мы знаем, что в нашей планете где-то еще остается порядка пяти миллиардов жизней. Лет же пяти миллиардов лет жизни. И после этого она, так сказать, раздуется. И это будет действительно конец Земли. Но до этого еще долго. По космическим масштабам мы только достигли половины жизни Земли. Благодарю вас за интересную лекцию. Я обновляю немного нового, особенно насчет химии. Но у меня вопрос немножко не по астрехимии. Вы показали картинки и видеообразования протопланетных дисков. Откуда по текущим, самым современным идеям берется вот эта выделенная плоскость протопланетного диска? Какие на данный момент основные модели и идеи будут создавать это дело? Понятно. Очень глубокий, хороший вопрос. В целом, мы считаем, что здесь играют свою роль магнитные поля. И магнитные поля, которые они всегда имеют определенное направление. Я сейчас не хочу уходить в глубокую физику, но там ионы выделяются. И это означает, что в некоторых направлениях эти ионы, а и нейтроны, их распад происходит несколько быстрее, чем в одних направлениях, чем в других. Вот так вот это происходит, вот это, так сказать, создание этой плоскости. Но спасибо, очень хороший был вопрос. Спасибо за ответы. У меня вот интересует такая проблема. Мы знаем, что из протопланетных дисков образуется планета. Что является причиной, по которой иногда образуются трещины в карте? То есть ответы, где невозможно идти, но что-то запрещает дальнейший рост. И что это за причиной, которая дальше не будет? Спасибо. Да, очень хороший вопрос касается коричневых карликов. Мы говорили о звездах, и они сжигают водород. Мы говорили о планетах, в которых не происходит ядерный синтез. Мы говорили, и здесь границы для планет, и она составляет 13 масс Юпитера. И здесь требуется где-то энергия порядка 1% от массы Солнца. Это определенный диапазон, в котором, в целом, где-то это между планетой и звездой. И вот если мы говорим о коричневых карликах. И поэтому об этом уже спорят много лет. На что же больше похожи коричневые карлики? Создаются ли они, кстати, распада облака? Или же в результате обращения дисков вокруг звезд? Большинство коричневых карликов скорее похожи на звезды. Возможно, они являются результатом фрагментирования рассеяния звезд, а не результатом образования процесса такого формирования в дисках. Я вот так думаю. Но это был очень хороший вопрос. Спасибо за лекцию. Если мы видим на комете Чуримова-Герасимянка такой агрессивный материал, ну, вещество, как свободный кислород, то значит ли это, что он там постоянно синтезируется? Это вопрос о кислороде, о том, откуда он берется. То есть он там не синтезируется на комете, а он как лед там находится. И я думаю, что это наследуется от коллапсирующего облака, из которого была сделана наша Солнечная система. И я думаю, что там больше кислорода, чем в других облаках. Когда мы делаем свои расчеты, моделированные, если вы вспомните часть фильма о воде, вы видите, что там возникает молекулярный кислород, и вы видите красные шарики, которые соединяются, и выделяется кислород. И, конечно, должны быть специальные условия для того, чтобы выделялось больше кислорода, если мы сравниваем это с водой. И если в облаке, облако немного теплее, чем 10 кальвинов, обычная температура облаков. И вот это происходит в облаках, из которых сформирована, из которых образована наша Солнечная система. И все равно мы задаемся вопросом о том, почему молекулярный кислород настолько... И почему его так много в этой комете. Я считаю, что это очень хороший вопрос. Спасибо за лекцию. Такой, наверное, простой вопрос. Вот облака из пыли, да, вы говорите, из которых формируются потом звезды, вот эти диски, планеты. А почему вот эти облака, они вообще в принципе в каком-то таком статичном состоянии перебирают? Почему пыль не разлетается просто по вселенной и все? Да, то есть почему облако остается облаком, остается целостным. И, конечно, у нас есть ионная атмосфера, и эти облака формируются, некоторые из них распадаются, некоторые из них это переходные структуры. Но, с другой стороны, вот эти облака, они массивны, и они могут содержать 10 солнечных масс материала. И есть также рассеивание, динамическое движение, из-за которых облако рассеивается. Но гравитация все-таки побеждает. Так что здесь масса, большая масса облака помогает ему сохранять целостность. Скажите, пожалуйста, а почему именно углерод? А почему, например, не Кремний или не Германия? Тоже четвертая группа. Основа жизни. Углерод, а не Германия или Кремний? Спасибо. И снова, это связано с количеством. Можно представить себе жизнь, основанную на Кремне. Я думаю, что могут быть такие планеты, где жизнь будет связана с Кремнем, но все-таки углерод в 10 раз более распространен, и он очень разнообразен. Он может входить в самые разнообразные соединения. Из него получаются самые разнообразные молекулы. Поэтому другие возможности существуют, но просто более вероятная возможность это как раз то, что углерод – это основа жизни. ぇск. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok